Всем привет! Я решила записать отдельно видео, как я создаю альбом по первому этапу совместного проекта из полки ВОН с Леной Босс. Итак, на первый этап, исходя из того, что я увидела, какой альбом у Лены, я выбрала вот эту вот бумажку, вот эту коллекцию от Минтай Пепперс. Не помню ее название, но, по-моему, из Seven что-то такое. Я создавала из этой бумажки свадебный альбом, и вот у меня осталось 9 маленьких листочков, в том числе вот даже такие листочки с карточками. Они двусторонние, но я думаю, что я буду использовать вот эту сторону, где нейтральные такие карточки. Они все поставлены на их оттенках, поэтому я думаю, что нормально сойдет у меня как зафоновый листочек. Ну и вот такие вот у меня тоже листочки остались. Их всего 9. Я не знаю, буду ли я добавлять что-то к ним, искать подходящее. Вообще желания не имею. Я хочу использовать именно вот всю коллекцию, все остатки, все высечки, вот только лишь от нее. И что я подобрала к этой бумаге? Очень много всего. Посмотрите, я вот так позорно в пакет все в обычный целлофановый сложила, и вот теперь буду вам показывать, что у меня имеется. Во-первых, у меня оставались обрезки, обрезки и высечки, остаточки. Так, сейчас попытаюсь сначала достать все бумажное, что у меня есть, хотя у меня может и не получится сделать так, что буду постепенно вам показывать, что у меня тут есть. Ну, во-первых, высечки, да, а те обрезки, которые у меня оставались, я посмотрите, что сделала. Какие-то я обрезки вот оставила, вот такие вот они у меня, несколько, немножко, совсем капелька, но они мне помогут составлять композиции и вообще фоны составлять. Вот, в дальнейшем покажу, как это буду делать. Ну, Америку не открою, многие так составляют свои альбомы, да. Вот, сделала вот много-много таких вот, как будто бы отрывных штук, да, как блокнотные такие штучки. У меня нет, к сожалению, ножа для вырубки подобного плана, но я это делаю вручную. То есть, просто дыроколю дырочки на глаз, кстати говоря, этим установщиком люверсов, да, там одиночный этот дырокол. В общем, дыроколю, а потом ножничками делаю вот эти прорези, все, все дела. Ну, еще заблаговременно, до того, как начинают дыроколить, я обрабатываю эту сторону краем ножниц, для того, чтобы они немножко такие потрепанные были. И очень симпатично, и очень будут круто дополнять мои фоны. Такой способ... Блин, все буквы и слова потеряла. Такой прием очень круто будет дополнять мои фоны. Здесь у меня пакетик с высечками, здесь у меня еще есть какие-то надписи, остались от прошлого проекта. Это не... это фразы, ну, соответственно, не мента, здесь это русские слова про любовь. По-моему, это скраб мир, если я не ошибаюсь. Тут, кстати, у меня что-то даже недорезанное осталось. Вот хорошо сейчас заметила, надо будет довырезать все элементики, чтобы у меня все было подготовлено к моменту оформления альбома. Дальше. У меня есть еще высечки большого формата, вырезалки, но они у меня еще там в пакете, мы до них дойдем. Еще у меня очень давно лежат вот такие вот элементы от фабрики разных цветов. Я в данном случае взяла розовые, и думаю, что, опять же, все они у меня пойдут на составление фонов. Здесь просто всякие рамочки, прямоугольники, треугольники, звездочки. Ну вот... а, вот, кстати, здесь все это. Накупила в свое время, но они так и лежат. Вот, правда. Надеюсь, что здесь я их применю. Дальше. Что у меня есть из бумажного? Я уже сделала заготовки своих страничек. Это плотный карт-сток, такой розовый перламутровый. Не знаю, видно ли там или нет, что он поблескивает. Но самое главное, что он плотный. Я думаю, что, ну, не знаю, в районе 300 грамм, 280 может. Я что взяла... Ну, примерно вот этот лист, примерно А4 формата, примерно, потому что не ровно А4. Здесь по высоте у меня 22 сантиметра, а по ширине, если полностью, то 29 с половиной, по-моему. В общем, я решила вот таким образом строить, конструировать свои странички. Как бы это полный разворот, да, получится. Страничка одна размером у меня получится 14 на 22, перемычка 1,5 сантиметра. А уже между ними, вот когда я буду составлять уже сам альбом, у меня будет пивной картон. И будет он прокладываться вот между этих страничек. Вот как-то так. То есть между вот этими двумя страничками будет еще пивной картон. Насколько я поняла, у Лены мягкие странички, то есть без пивного картона. Ну, как бы они не мягкие, да, но без пивного картона. Я не люблю, когда так. Для меня альбом полноценен, когда все-таки между страничками имеется пивной картон, как уплотнитель. Я не могу ничего с этим поделать. Я решила, что в этот раз, что я лучше немножко отойду от, скажем, мастер-класса, да, Ленинова. Но я все-таки сделаю такой альбом, который меня будет радовать. Вот. Сзади, я вот когда пробеговала, я правильно согнула в обратную сторону. Но этот картон, к сожалению, все равно лопнул на сгибах. Поэтому я проложила этим малярным скотчем эти вот сгибы. Тем самым я как бы... Тем самым я этот картон еще больше укрепила. Вот такие у меня странички. Как видите, у меня всего 4 разворота будет. Я решила не перебарщивать с разворотами. И так достаточно, с учетом того, что перемычки у меня аж полтора сантиметра. Тут у меня подобраны ткани. Ткани двух принтов. Вот такой розовый... Белый горох на розовом. И вот такая вот, как компаньон. И плюс у меня еще есть небольшой кусочек замши на... Ну, не двусторонняя, а односторонняя замша. Тоже такого же оттенка. И еще я вот взяла такую глиттерную ткань серебристую. Как мне кажется, она очень круто подходит под этот альбом. Но как я буду формировать обложку, да, я еще пока не решила. Я решила решить этот вопрос в процессе создания альбома. Обложку я обычно делаю, ну, после... После того, как уже внутрянка готова. Вот. Поэтому положила все сразу. У меня очень много декоративных элементов. Подобрала то, что по цветам подходит. Так, более-менее здесь вот такие шифоновые цветочки. Здесь у меня и кружево всякое разное. Все просто в один пакет сложила пока что. Что может понадобиться. Потому что у меня такой будет классический скраб-альбом. Не в американском стиле, а вот именно в классическом нашем понимании. В моем, точнее. Может быть, у вас как-то по-другому понимание о классическом скрабе, да. А вот тут тоже шифоновые лепесточки. Здесь еще. Здесь шнур розовый. Здесь вот такие элементы, которые я подготовила для дочкиного альбома первого года жизни. Но, с другой стороны, я решила пока взять их для этого альбома. Потому что я в любой момент могу довязать таких штучек для дочкиного альбома. Они очень круто, как мне кажется, будут дополнять композиции, декоративные точки. Что тут еще по кружеву? Вот у меня еще тут какие-то есть разные-разные-разные кружевные элементы. Это я взяла для обложки. То есть я, когда буду обложку составлять, я буду смотреть, может быть, я добавлю что-то такое. Что-то такое кружевное. Так, дальше. Вот мы подобрались к бумажным элементам. Здесь у меня четыре карточки большого формата. Это у меня оставались от большого листа. И вот у меня еще большие вырезалочки, которые все красиво вырезаны. Их, я думаю, именно как эти карточки пускать. Не как карточки, а как рамочки пускать. Здесь еще вот такие большие вырезалки в композиции отлично пойдут. Вот эти вот буду использовать именно как рамочки для фотографий. Что тут еще у меня по декору? По декору, по декору много чего на самом деле. Я вообще все перерывала. И вот у меня тут какие-то такие моменты чеборные. Дальше чипик у меня есть вот такой обычный из пивного картона. Буду, наверное, эмбосить. Вспомним, прям старый скраб классический. Вот такие деревяшки у меня тут есть. Возможно, я что-то применять буду. Может быть, нет, а может быть, и да. Может быть, какие-то буговки применю отсюда. Может быть, вот ключик, либо гитару. Буду смотреть. Пока просто сложила все то, что может быть мне понадобится. Положила вот такой, как это назвать-то, тесемку, ленту, да, киперная лента. Но подозреваю, что мне не хватит того, что здесь осталось. Это у меня, видимо, остаток вот какого-то другого проекта. Но странички у меня достаточно большого формата, да. Мне, получается, нужно сколько? Я вот даже еще пока не сообразила, сколько мне нужно пивных вот этих вот прослоек. Сколько, 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 если четыре разворота, да. Вот если мы представим, что мы вставляем между ними раз, два, три как минимум, а лучше бы еще вот по краям сделать тоже такие. А если делать по краям, то тут целых пять нужно обрабатывать этих картонок, да, пивных. Ну и как бы здесь вообще не хватит, боюсь, что не хватит. И вот поэтому даже не знаю, сейчас я померяю прям при вас, раз уж у меня такой лайв формат, да, раз, два, три. Так, раз, два, три. Пахту. Четыре. И вот буквально на пятую не хватает половинки. Это мега обидно. Это мега обидно. Но я еще потом попозже, когда возьмусь за это дело, переменю. Может быть, я как-нибудь ужмусь, и мне хватит. Не знаю. Ну, это максимально приближенный цвет к тому, что имеется на скрабумаге. Розовый у меня тисемки нет, к сожалению. Но если это не подойдет, то придется, наверное, брать какую-то бежевую. Ну, то есть, знаете, такой природный льняной цвет. Дальше что-то у меня еще вязалочка одна красивая, беленькая. Что еще я взяла? Так, здесь у меня трафаретики, которые я довольно давно не использовала. Вот решила в этом альбоме их использовать. Здесь соты и эти пузырьки. Да, текстурную пасту я планирую здесь использовать. Универсальный штампик с текстом, потому что бумаги мало, соответственно, фоны мы будем дорабатывать чем-то. Самый лучший вариант, как мне кажется, это штампики и текстурная паста. Что еще? У меня здесь два варианта надписей. Это, по-моему, скраб мир. Да, какая-то новогодняя коллекция. И тоже новогодняя коллекция зимняя. Это, по-моему, флёрдизайн. Но я решила, что в любом случае можно найти что-то универсальное, какие-то универсальные надписи. Поэтому положила, опять же, не знаю, буду ли я использовать. Тут какие-то такие у меня буковки золотистые, чеборные. Еще есть большие чеборные буковки от Арт-Узора, но мне их надо поискать и найти еще. Вот такие вот... Это не бусины, потому что там нет дырочек. В общем, такие декоративные штучки на Алиэкспрессе брала. Я отобрала все рамочки, которые мне подходили бы по цвету, и планирую их тоже задействовать в формировании фонов. Я планирую лишнюю толщину убрать. Это же все-таки картон, он расслаивается. Это довольно просто должно происходить как-то, да? Вот. И подкладывать их в фоны, как бы формируя их. Дальше положила вот такие вот листики. Это ацетат от фабрики Декору, когда-то вырезала, и вот надо использовать их в конце концов. Положила также пуговки разноцветные. И вот такие вот ацетатные слова от Страп Мир. Вот у меня тут... У меня еще где-то золото было, как мне кажется, но я не знаю где. Сейчас не нашла. В общем, есть розовый и белый. Этого достаточно, чтобы что-то подобрать на обложку. Кстати, об обложке я еще пока не знаю, что у меня будет на обложке. Но могу предположить, что что-то такое. Не просто же так мне они так вовремя пришли. Так, и вот эти вот листочки белые. Что это такое? Это у меня бумага для... Это фотобумага обычного стандартного размера 10х15. И ее у меня целая коробка. И что-то я подумала, чего же я не использую. Их... Эту бумагу для, например, подложек под фотографии. Например, формата 7,5х10, да? Фотки, если будет. Так как у меня маленький альбом, формат альбома маленький, и вполне возможно будет сделать вот такие даже рамочки. Даже рамочки здесь получатся. Положила? Буду использовать или нет? Не знаю. Немножко положила, на всякий случай, чтобы не забыть эту свою идею. А дальше уж как пойдет. Вот такая гора у меня всевозможных материалов. Я, как уже показала, начала делать этот... Странички, да? Странички основы. Я подготовила этот... Картсток, да? Пока только картсток. И на этом пока все. Единственное, что может быть я сегодня сделаю из пивного картона вот эти вот прослойки, кстати, тогда надо будет в сторонку положить, чтобы не потерять. И, скажем, на этом моя подготовка будет окончена. Я буду ждать после этого... Надо будет тоже отложить в сторонку, чтобы подготовить чип, может быть, заимбосить что-нибудь. И на этом моя подготовка будет окончена. Я буду ждать мастер-класс от Лены. Буду его сначала внимательно смотреть и решать, что я из него возьму, а что нет. Но я подозреваю, что я из него возьму все, кроме вот основы. А все остальное буду делать по мастер-классу. Вот. У меня уже в пакетик не лезет все то, что должно залезть. Так, вот эти вот штуки я, наверное, крамочком положу. В общем, я все в предвкушении, поэтому я уже и начала делать странички, потому что мне уже не терпелось что-то начать делать. Вот. Ну и что? Ждем следующего моего включения. Да, я покажу, что у меня готово. Продолжу показывать вам какой-то процесс по альбому. Это все тот же день. Утром вам показывала материальчики. И сейчас 2 часа дня. Я уже понимаю, что, в принципе, сегодня я вряд ли что-то еще поделаю. Единственное, может, вырубку поделаю. А больше я ничего просто-напросто не успею. Что, чем занималась сегодня? Я занималась эмбоссингом. Хотела вам показать, какие у меня получились элементы. Наверное, не буду доставать. Вот такие. Да, тут есть и детские, как будто бы, да, вот такие. Как это, погремушка, не погремушка, да, называется. Но я решила заэмбоссить и такие вещи. Думаю, ну, а вдруг пригодится. В конце концов, эмбоссила я универсальными цветами, которые подойдут и в детские работы. Поэтому, даже если останется, ничего страшного. И вот такие вот, смотрите, какие чудесные элементы еще я заэмбоссила. При дневном свете, конечно, все сливается в одно. Но вот это такой конфетно-розовый цвет, а вот это такая глазурь светло-фиолетовая. Вот, и много-много маленьких элементов здесь вот у меня. Сделала, получается, в четырех цветах, что ли. Одна, значит, один вариант такой полупрозрачный, вот такой, видите. Чеборд в первозданном, грубо говоря, виде остается, но он защищен, как бы, такой пленочкой, да, защитной. Вот такие вот сделала. Потом вот такие маленькие цветочки. Цветочки побольше. И булавочки, да, похоже на булавочки, с цветочком на конце. Вот, мятный, розовый, сиреневый, да, тот же. И вот прозрачные такие вот элементы, маленькие, как нюансы, решила сделать. Надеюсь, что мне удастся выполнить декорирование альбома именно, знаете, в таком многодетальном варианте. Я в последнее время, конечно, стала вот фанатеть от такого способа декорирования. Я сейчас поясню. Таким образом декорирует свои работы Лена Маркун. И таким образом декорирует свои работы Ольга... Ольга Коплунова, по-моему, ее фамилия. Если неправильно назвала фамилию, то прошу прощения. В общем, ну, они примерно в одном стиле, как мне, кажется, работают. Если кто-то еще так же декорирует, наверняка таких мастеров множество, просто я о них не знаю. Вот, кого знают, тех обозначила. Мне очень нравится, как стиль, да, тот стиль, который они, скажем, демонстрируют, да. И вот я очень хочу что-то в этом роде. Но, как бы, и при этом цветочно-воздушное такое нечто, да. То есть как-то совместить вот эти два стиля. И, надеюсь, у меня получится. Что касаемо эмбоссинга, то у меня, на самом деле, такой, знаете, стартовый набор. Я бы так это назвала. У меня вот в таком вот ящичке хранятся пудры и дабер. Вот. И, как вы видите, совсем у меня немножко. У меня есть какие-то вот такие цвета. Ну, скажем, самые ходовые, что ли. Ну, в моем случае. Кому-то, может быть, они и не будут ходовые. Но в моем случае, да. Вот этот полупрозрачный. Розовый, сиреневый и мятный. Потом... Потом вот этот вот я не так давно покупала. Дистресс глейс, глазурь. Насмотрелась у Лены Босс. И, в общем, взяла вот такой цвет. Для винтажных работ, допустим. Я их не часто делаю, но все же. И черный и красный. Для ярких каких-то таких работ тоже хорошо. Да, беру меня вот такой. И вот тут, ну, половина еще точно есть. Поэтому я не парюсь. А вот эти вот я очень давно покупала на Али. Это тоже прозрачный. А этот золотой. Но им я практически не пользуюсь. Во всяком случае, в последнее время. Ну, и фен, да. Фен для эмбоссинга. И все. И я предпочитаю все-таки, знаете, не тратиться на множество-множество-множество разнообразных цветов. Вот мне достаточно. И покупать и докупать я буду, наверное, только в том случае, если увижу где-то по нереальной какой-то скидке. Итак. И я, значит, кроме эмбоссинга еще успела вот сделать странички. Обтянуть части картонные, из пивного картона. И две части, которые пойдут для форзецов. Для форзецов, смотрите, взяла даже не картсток, а, как это, упаковка от картстока. И считаю, что в нынешнее время, когда бумага дефицит, это прямо выходом из ситуации, из положения, где можно, ну, где это возможно, использовать вот какие-то такие расходники, которые обычно лично я выбрасывала. Так. И я, почему при вас сейчас этим занимаюсь, это потому что хотела продемонстрировать, что когда я обтягиваю лентой пивной картон, я всегда фиксирую вот эти уголочки, какими бы они ни были, скругленными или вот, как в данном случае, остренькими, я всегда их фиксирую с двух сторон такими вот картоночками. Причем выбираю всегда для этих целей не пивной картон, а обложечный. Почему? Потому что пивной картон, он мягкий, и он может тупо не зафиксировать так, как надо. То есть он может принять форму, да. И плюс он, если, допустим, клей просочился, то вот пивной картон в большинстве случаев приклеится к этой ленте. Этот тоже может, но, скажем, только если много клея просочится, да, то есть, короче, аккуратнее и лучше получается именно вот с таким вот обложечным картоном. Ну и зажимчиком фиксирую. И в таком случае у меня очень все ровненько и красивенько получается. Хочу заметить, что эта лента сантиметровая, вот. Видите, она тоненькая. Но, несмотря на это, все получается вот так шикарно. Просто такой небольшой отступ, примерно 3-4 миллиметра с каждой стороны. Вот, успела я, значит, сделать все вот такие вот прослоечки для своих страничек. Получается 3 части из пивного картона и 2 части для форзицев из просто картона тоненького. Вот, считаю, что я молодец, потому что это такой момент, который я не очень люблю делать. Вот так все ровненько, красивенько. Нет, в готовом варианте вообще, конечно, кайф. Очень красиво все выглядит, но делать это я не очень люблю. Вот, эти картоночки я буду собирать, конечно же, скорее всего, там ближе к концу, потому что сначала вся внутрянка должна быть готова, а это как прослоечки такие будут. И я их, получается, не в переплет буду вклеивать, а между страниц сразу. Вот, пока больше рассказать нечего. Буду теперь, уже сегодня пятница, так я надеялась на то, что мастер-класс сегодня выйдет. Но вот пока середина дня, мастер-класс еще не вышел, и я его очень сильно жду. Вот такие дела. Вечер того же дня, но я не могу не записать сразу же по горячим следам. Смотрите, какая находка. Это все про тот же самый альбом. Появился сегодня мастер-класс, и сегодня Лена, соответственно, объявила для тех, кто состоит в группе, обязательные элементы. Это минимум 4 листа скраб-бумаги. И получается, что, ну, как бы у меня 9 маленьких листов, но это, считай, только 2 листа. Но в те 4 листа могут входить и листочки с вырезалками, и карточки. Соответственно, у меня были и карточки, неполный лист, и очень много вырезалок. Там, наверное, как раз-таки листа 2 с вырезаниями было. Поэтому я считаю, что это условие соблюдено. И что? И второе условие, это что-то нестандартное, не скрабывая, надо использовать. И я гуляла с Соней. Как вы помните, я побежала гулять с ребенком. Увидела вот это все. И сначала у меня был ступор, типа, в смысле что? Применять вообще. Вот. Мне не хотелось пакетиков. Мне, ну, как-то... И пакетики не вяжутся с таким цветочным альбомом, который у меня будет. Поэтому я просто пошла в строительный магазин. Ну, знаете, в строительный-хозяйственный магазин. И вот, что я там нашла. Подставка под горячее. Вот. Такая вот интересная подставка, как пузырьки, да? И серый цвет к розовому очень клево будет подходить. И с Леной посоветовалась, она одобрила. Вот такие две подставочки я взяла. Копешная, кстати, вещь. И посмотрите, какая находка. Это пленка для стола. Ну, наверное, для стола, да? Это подразумевается. Посмотрите, как крупный глиттер. Цветочки. Все, как мы любим. И прошу заметить, что это просто вот такая пленка, которая хозяйственная, не скрапывая. Вот. Еще как вариант, что можно применить. И, кстати, я имею в виду, и это можно пришивать как на открывашке, да? Я так делала с цитатами, я так делала с кожзамом. И вот можно такую пленку применить. Либо как разделители между страничками. Я вот подумаю, может быть, применю ее как разделители между страничками. Вот. Больше сказать мне сейчас пока нечего. Побежала дальше заниматься домашними делами. Ну, вот поделилась с вами находками. Так, промежуточную часть запишу. На удивление, в выходные я поработала. И у меня все четыре разворота уже сформированы. Ну, грубо говоря. Во всяком случае, скрап-бумага у меня вся уже на страничках. Кроме прочего, кроме скрап-бумаги, у меня уже текстурная паста везде нанесена. Везде, где она должна быть. И отштамповка не везде, потому что отштамповку я делаю строго перед, ну, примерно одновременно с прошивкой, чтобы понимать, где мне нужно закрывать какие-то пробелы. Вот. Вот этот разворот у меня уже полностью прошит. Я тут на открывашках еще не убрала нитки, потому что я не знаю, каким образом я буду их убирать. То есть, буду ли я их прятать. Если я их не буду прятать, значит, я их буду в каком-то количестве оставлять, да, чтобы они немножко так небрежности, да, придавали. То есть, а если я буду прятать, то буду коротко обрезать, поэтому я еще пока вот так оставила. Решила вот применить такие везде рамочки какие-то. Вот такие рамочки я, наконец-то, хотя бы в малом количестве я их применю. Потому что я хотела даже на фоны, как бы, да, использовать рамочки всякие разные, которых у меня много. Но у меня не получилось, потому что очень много я элементов подготовила. И, ну, короче, слишком много я подготовила элементов, вот. Поэтому от чего-то пришлось отказаться. Но я поприменяла вот эти вот элементы, короче, у меня сейчас под рукой нет этой упаковки. Я показывала от фабрики Декору. Там всякие разные рамочки. Вот эти элементы я поприменяла. Это я молодец. Хоть в каком-то количестве, но они убавятся. Что еще сказать? Скраб-бумагу я другую не добавляла. Единственное, я подумываю о перемычках, чтобы добавить и скраб-бумагу на перемычки. Но единственное, что тут высота 22 сантиметра. То есть мне в любом случае не подошла бы скраб-бумага малого размера. Поэтому я вот сейчас, знаете, что вспомнила? Что я карточки не применила никуда. Карточки из коллекции. И, может быть, я, кстати говоря, их и применю вот сюда. Ну, то есть мне все равно надо магнитики где-то будет прятать. Ну, и как вариант. Вот. Потому что у Лены они шли как самостоятельный такой элемент, самостоятельная открывашка. Но, видите, я что-то про них забыла. И в итоге не применила. Ну, ладно, найду, куда применить. Короче, вот что я говорила. Что я всю скраб-бумагу употребила. Не добавляла ничего. Работала я немножко под впечатлением от Лены Маргун. Просто потому, что последний мастер-класс, по которому я работала, это был ее мастер-класс. И я немножко, видимо, еще, как сказать, не переключилась, что ли. Поэтому вот. И вот эту отстрочку по всему развороту я тоже взяла как за идею, да, у нее. Я не знаю, кто-то может тоже так же делает, но я видела только у нее такую фишку. Поэтому решила сейчас обозначить, чтобы мне не прилетело за это. Я мастер-классы у Лены не покупала, где вот она вот так делает. Я только покупала мастер-класс, ну, как движ, да. Это новогодний, и там был другой стиль оформления альбома. Это уж я додумала сама по тем фотографиям и видео, что есть у Лены на страничке в Инстаграме. Вот, сразу хотела это обозначить, что я не по мастер-классу Лены работала, но, скажем, вдохновляясь ее материалами. Вот, и следующий разворот, у меня уже тут стоит эта штамповка, но она не прошита. Сейчас я буду прошивать. Здесь у меня будут такие вот рамочки, полупрозрачные, невесомые, такие, из плотной кальки. Очень, мне кажется, в тему к бумаге, к цветовой палитре вот такая невесомость пойдет, и здесь не будет открывашек. У меня здесь у меня просто две такие вот рамочки круглые. Вот тут разворот такой. Здесь у меня вот сама вот эта вот основа, бумага является рамочками тоже кругленькими. Здесь еще, как видите, нет штамповки, ничего такого. И здесь будут у меня тоже открывашки. Они сейчас отдельно лежат, потому что их тоже надо прошить. Будет отдельно сначала. И здесь еще две такие искалечки, рамочки. И здесь тоже будут открывашки. Это единственный разворот, где я ляпнула красками. Что-то я тут мутила-мутила, красила-красила краски, ну, смешивала. И в итоге смешала такую розово-перламутровую. Добавила туда спрей зеленый. И вот у меня получился какой-то непонятный цвет, но он поблескивает, как бы. Вроде бы и ничего, но, честно говоря, мне настолько небрежная работа не нравится. И поэтому я решила на других разворотах не применять данный прием. Вот. Поэтому вот как-то так. Эти, кстати, искальки, рамочки не просто так были задуманы мною, потому что я хотела, если помните, вырезанные элементы есть в этой коллекции. Вот. Нашла. Вот такие вырезанные элементы есть в большом листе. Я их, как помните, говорила, что хочу применить именно как рамочки. Но так, чтобы фотография вставлялась, да, не париться по поводу того, как приклеить эти рамочки, я решила, что я их применю вот на кальку. То есть фотография будет вставляться под кальку, да, заходить вот так. Сейчас. Вот, допустим, да, фотография будет заходить под кальку, не задевая верхнего декора. А вот сверху уже у меня будут вот такие рамочки. И, например, вот здесь это будут эти рамочки, потому что здесь круглое отверстие у меня поменьше вырезано специально. А на другом развороте, где у меня прозрачные рамочки, вот они, здесь у меня будут вот такие овальные, ну, вот, например, вот так. Тут без разницы как бы по горизонтали, по вертикали. Вот, ну, вот примерно как-то так. У меня вверх ногами страничка. Вот, такая вот у меня была задумка. Я думаю, именно так я все и сделаю, потому что у меня декор будет такой очень-очень насыщенно цветочный. Вот, пышный такой, скажем так. Ну, во всяком случае, каким я его планирую. Потому что что-то загадывать не хочется. Вдруг у меня что-то поменяется, да. Вот, на данный момент у меня вот такая вот история. Хотя этап еще даже не начался. Я уже просто в бой рванула, потому что мне очень не терпелось заняться этим. Ну, вот, собственно, я и... Поэтому так у меня все быстро идет, потому что мне не втерпеж было. Все, пока что. Так, и еще одна часть. Сегодня понедельник, и только сегодня как бы начинается этот этап. Видела, Лена выставила видео на ютубе с первой работой, да. А я вот уже вовсю-вовсю стараюсь. Смотрите, я оформила 4 разворота, получается, свои. И вот у меня то, что осталось из декоративных элементов. Немножко, но все же осталось. Не знаю, куда их буду девать. И я вам могу показать сейчас, что у меня... На каком этапе находятся развороты. Что, я на открывашках. Я не помню, в прошлый раз были ли прошиты у меня эти открывашки. Наверное, нет. А, один разворот, по-моему, был прошит. Ну, теперь у меня уже все прошито. Здесь рамочка, здесь я уже наклеила эту красивую рамочку на рамку из кальки. И получается вот под... Ну, тут у меня что-то уже приклеилось, как обычно, да. Сейчас мы это все подправим. Вот. И вот у меня вот так будет фотография вставляться. Да, здесь небольшое окошечко, но зато уж очень красивое. Вот. Ну, куда-то же надо было их применить. Мне выкидывать жалко. Вот. Очень много декоративных здесь элементов. Здесь и чип, который я заимбосила. Очень много вырубки. Тут вот из пленочки листочек выглядывает. И тут еще чипик немножечко есть. Здесь вот всего-всего понемножку. Ну, здесь фото для... Точнее, место для фото. На уголке, наверное, буду здесь вставить. Ну, и тут, конечно же, видно, что рамочка. Вот. Здесь то же самое. Здесь сбоку фотография заходит. Здесь тоже на уголки буду. И здесь тоже сбоку в рамочку из кальки. Здесь тоже очень многослойные у меня получились эти композиции. Ну, чему я рада на самом деле. Я очень хотела все-все применить. Все, что задумано. И здесь вот из кружева, шифоновых цветов, листочков, которых было очень много. Как вы помните, у меня изначально, когда я материалы показывала, из всего этого я применяла только вот эти вот цветочки шифоновые. Все остальное я не стала применять. Ну, потому что и так много декоративных элементов. Но я рада, что хоть что-то я применила из вот кружевных таких элементов. Тут опять же чипик. Какие-то вырубки, вырезалки. Везде применяла вот эти ножнички. Ножичек не так давно с рук покупали. Или давно. Я уже не помню. Короче, я их брала, этот ножичек с рук. И вы знаете, я в восторге от этого ножичка. Зря на то, что вроде бы ножницы, но что-то такого. Ну, блин, они так классно смотрятся, что я в этот альбом их очень, ну, практически на каждой страничке применила. Вот. Вот тот элемент, который обязательный, да, элемент. Это вот такие из фитра я разрезала в итоге эту подставку на элементы отдельные, на фрагменты. И вот так вот в композиции их применяла. Знаете, самое интересное, они как шли и как элементы обязательные для участия, и как декоративный элемент. И знаете, за счет того, что он широкий, здесь, наверное, миллиметра три в высоту. Еще и композицию приподнимает, как бы, да, и дополнительный такой плюсик. И вот здесь еще немножко декора. У меня следующий этап будет какой? Я буду прошивать и пришивать. Например, везде мне нужно пришить пуговки. Вот такие маленькие. Их много на страничках. И кое-где декоративной строчкой я буду закреплять тоже декоративные элементы. Вот этим я, наверное, буду заниматься сегодня вечером. Так, дальше. Следующий второй разворот. Вот здесь таким образом я оформила. Поприменяла все, что хотела. В принципе, просто не в том объеме, в котором предполагала. Ну, в принципе, четыре разворота не так, что тут и много, да, чтобы много элементов применить. Но зато разнообразие и вот это кайф. Здесь и деревяшечки я применила. Ну, здесь вырезалки, все те же самые высечки. Опять же, этот элемент из фитра. Здесь чипик из какого-то набора. Я даже не представляю. Я просто то же самое из барахолки брала чипборд. Росыпью. И вот этот элемент, это оттуда. Вот, тут пуговку тоже, которую нужно будет пришить. И вот таким образом здесь. Здесь эта рамочка чисто для того, чтобы закрыть ниточки. Вот, и здесь то же самое по декоративным элементам. Вот здесь еще вот такая вот пуговка деревянная. Слушайте, надо срочно заказывать на Али такие пуговицы, потому что они мега красиво смотрятся, интересно, красиво. И, в общем, мне очень нравятся. Я их потратила все, что у меня было. Были. У меня немножко их было совсем. Вот разворот без открывашек. И тут вот опять же эти рамочки красивые. Ну, здесь зато очень много декоративных элементов, всяких разных интересных. Вот так вот все смотрится. Я очень довольна, как у меня эти вязалочки тоже я применила. Хотя казалось, что я их не смогу вписать в композиции. Но, вы знаете, я очень довольна тем, что получилось. Кстати, вот эти элементы из витра я, как видите, пыталась тоже немножко подприкрыть, потому что они немножко... Все-таки за счет того, что элемент не скрапывает, да, немножко топорно он смотрелся. И я вот пыталась прикрывать какими-то элементами немножко, да, вот так, везде. Вот здесь такой вот цветочек из чипа. И за счет этого, мне кажется, очень все гармонично смотрится. Вот, и четвертый разворот. Вот такой тут тоже. Я его, по-моему, первым оформляла. И он, кстати, мне менее всего почему-то сейчас нравится. Сейчас смотрю на него, и почему-то как-то, мне кажется, немножко я здесь... Наверное, я просто переборщила здесь декоративными точками. Тут аж три их, да, и поэтому... Поэтому вот так как-то и кажется, что что-то не то, не то пальто. Вот, здесь рамочки из самих страничек. В общем, мне кажется, с фотографиями так вообще будет шикарно смотреться. Здесь тоже вот спрятана декоративная точка маленькая. Вот, и после того, как я прошью какие-то строчки декоративные, пришью все пуговки, которые нужно пришить, тоже с декоративной целью, конечно же, потому что ниточки добавляют какой-то уютности, я еще буду прорабатывать декоративные точки, которые будут на верхних частях, на лицевых частях страниц. Потому что, как видите, на самих рамочках у меня вообще абсолютно нет декора. Несмотря на то, что он везде торчит, как бы, да, ну вот здесь вот есть декоративная точка сверху, и что-то подобное я буду формировать уже на всех остальных лицевых частях. Ну вот, кроме этого, конечно, разворота здесь уже больше некуда. Все тут задекорировано. А здесь, видите, ой, возмущение. А здесь как бы пустовато. Так что тут еще декор у меня добавится. Но единственное, что я планирую его сделать каким-то таким очень нюансным, по типу вот такого. Плюс мне еще нужно решить вопрос надписями, потому что те, которые я подготовила, мне совершенно не нравятся. Они смотрятся очень, как это сказать, не знаю, наверное, применю то же самое слово топорно. Они слишком крупные, слишком какие-то, не знаю, знаете, угловатые. Вот. Мне нужно что-то изящное, что-то такое более детальное. Поэтому буду рыться, пересматривать, что я могу применить. И, конечно же, когда уже декоративные точки, все основные будут приклеены, я еще буду добавлять надписи. И это как бы завершит... А, еще, конечно же, брызги будут. Ну, уже после всех вот этих надписей. Или до надписей сделать, чтобы на них не попало. В общем, вот, еще брызги у меня будут. И уже потом я буду вклеивать. Но это все будет потом. Ну что, продолжим. Сегодня третий день после старта... После основного старта второго этапа первого рабочего. И вот такой у меня результат. Во-первых, вот я говорила про надписи. В итоге я решила использовать надписи. Это был у меня потом, по-моему, подарочек с какого-то заказа. Это листочек от Summer Studio с надписями. И я так понимаю, эти надписи были... Ну, что-то про любовь такое, да. Вот, я выбрала те надписи, которые не про любовь, а такие, как-то сказать, общие, да. Вот такие. Это мой любимый день, чудесный день, счастье, лишь миг, мой мир, каждый день особенный. И что все в этом духе. Мне очень нравится, когда белые буквы на черном тексте. Это всегда смотрится выигрышно. Поэтому вот... И плюс они еще тут такие маленькие, деликатные. Я и сама такие надписи как-то делала. Надо, кстати, заняться будет. И наделать, напечатать опять целый лист. И про запас, чтобы было. В общем, я посадила на ту же основу, которая у меня в альбоме. Такая розовая, перламутровая, картсток, да. Ну, все вот эти вот фразочки я вырезала и посадила на картсток. То есть я их подготовила, и мне теперь их только нужно расставить по местам. Плюс я еще прошила нюанс на какие-то вот такие тут моменты, детальки. Я тут еще вот... Ну, что-то где-то закрепила. Но я не скажу, что прям каждый раз рекаюсь белыми нитками прострачивать такие нюансные моменты. Потому что их практически не видно и как-то, ну, ни о чем. И каждый раз забываю, делаю это белыми нитками. Не знаю почему. Вот. Что-то где-то прострочила. Пуговки пришила везде. Вручную. Все, в общем, сделала. И, конечно же, я вот что сделала. Сделала разделители из вот этих вот... Из, как это сказать... Из пленки, да. Которую я, помните, говорила, что купила в хозяйственном магазине. Я так понимаю, что она для столов. Вы знаете, я... Мне нереально нравится, если честно. Во-первых. Потому что она такая, знаете, мягкая, пластичная. Ее намного приятнее вообще трогать, чем тот же ацетатный лист. Она потом... Ты не... Как сказать... Не поцарапаешься об нее, да. Вот тут у меня углы острые. Я не скругляла. Из-за того, что у меня в самом альбоме не скруглены углы, как бы, да, не подразумевается. Ты не натыкаешься. Она не деформируется. Она ложится как надо. И, конечно, несет основную функцию этой защиты, чтобы друг об дружку декор не зацеплялся, да. В общем, ее легко крепить. Вот я, например, сделала все-таки вот эти перемычки в переплет, да. Я их хотела и так, и так сделать с декоративной целью, да, чтобы не были пустые вот эти вот места. И плюс еще я таким образом закрепила вот эти вот прослоечки из вот этой... Как ее назвать? Ну, пленка, наверное, да. Вот. Поэтому я очень довольна, что я нашла такие вещи. Я не знаю по поводу того, не стремно ли делать такие вот перемычки в альбомах на заказ. Честно, не знаю. Но, например, в своих альбомах, скорее всего, я не зарекаюсь, но, скорее всего, я буду делать вот такие перемычки. Потому что мне нравится, как это выглядит. Тактильно очень нравится. И нравится, конечно же, цена, потому что, ну, как бы это недорого. Плюс ко всему, есть универсально вот в моем магазине, где я покупала вот эту вот, тут узор, да. Я говорила, крупный такой глиттер. Плюс там еще была очень красивая пленка, но там очень выраженный рисунок. Тоже какие-то фантазийные цветы. И там был ярко-розовый цвет, зеленый, красивый и черный. И это настолько было красиво. Просто мне не подходило к нежному, к нежной гамме цветовой вот в этот альбом. Поэтому я не стала брать. Ну, и самое главное, в этом магазине была абсолютно прозрачная пленка. То есть, ну, без каких-либо нанесенных рисунков. И это дает нам простор для фантазии. Потому что, например, можно заказать, ну, или у кого плоттер есть, самим сделать из фольги какие-либо интересные украшения, да. И я уверена, что на такую пленку тоже она перенесется, как и на ацетат. Шикарно. Потому что она переносится и на ацетат, и на бумагу, да. Почему бы на эту пленку тоже не перенести и сделать свой какой-то оригинальный принт, да, на вот этих перемычках. Или даже что-то такое совсем индивидуальное, там, с именем связано, да, или что-то такое. В общем, я очень довольна своей вот такой находкой. Честно. Я, скорее всего, вернусь за прозрачной, так точно. Вот, ну, везде я сделала вот эти перемычки, везде все прошила, где хотела. И сделала надписи. Единственное, что я не сделала, о чем говорил в прошлой части, это я не сделала вот на лицевые части декор. Но я уже все подготовила, сегодня займусь именно этим. Так что вот такие у меня дела. Встретимся в следующей части. Так, ну что, все, добила я странички. Вот добавились у меня вот такие вот прелести маленькие. Плюс я еще везде надписи добавила. Вот таким вот образом. Причем, знаете, вот я... Обязательный элемент наш этот... Что-то не скрапывая, да. Вот эта подставка из фетра, она оказалась просто универсальной вещью. В предыдущей маленькой части я говорила, хвалила вот эту вот пленку. А в этой части маленькой буду хвалить вторую мою находку. Вот эта вот подставка из фетра именно. Я, пожалуй, сегодня, может быть, завтра дойду и докуплю еще парочку таких штучек. Потому что, знаете, это универсальная вещь в том плане, что, смотрите, я на вот эти штучки, вот эти пузырьки, да, я их разрезала на фрагменты и приподнимала вот эти вот свои элементы. Так классно вообще, ничего придумывать не надо. И мягкая, да, в случае... Вот здесь было приподнято тоже на такие же штучки. Вот видите, да, толщина какая огромная. И при прошивании на машинке ни одна машинка не пострадала, несмотря на такую хорошую толщину. Потому что фетр мягкий, рыхлый и шьется прекрасно. Здесь вот тоже вот этот маленький элементик, он тоже посажен на такую же штучку. И, как по мне, шикарно все смотрится. И, в общем-то, я очень довольна результатами. Вот такой фрагментик маленький тоже на вот эту фетровую штучку посаженный. Здесь просто надпись добавила. А, еще добавила вот эти вот рамочки. Декоративные, потому что мне показались все-таки вот эти белые рамки, они пустоватые, поэтому я вот нарезала таких колечек. И теперь уже более-менее, да, все так смотрится, более-менее гармонично. Вот здесь такая штукенция. Даже вот не на просто кружки садила, да, декор, а на колечки тоже очень интересно смотрится. Как бы пустое колечко, да, и декор накидан, так, слегонца тоже. Вот. Короче, я молодец. У меня теперь осталось, что? Собрать эти все странички на пивной картон. Очередная часть для видео с процессом. И у меня есть ощущение, что я уже начинаю паниковать, потому что не успеваю. Хотя осталась только обложка. Но я ее задумала немножко сложно, и поэтому такая немножко нервничаю уже. Немножко-немножко. В общем, сегодня собрала альбом, ну, как сказать, основу, да. Да, получается, внутряночка у меня уже готова. Я не помню последнюю часть, на чем я остановилась. Но, по-моему, у меня все было готово на тот момент, кроме брызг. То есть я добавила брызги. И... Ну и все, да. И собрала, получается, альбомчик. Вот так вот все у меня получилось. Мне кажется, что касаемо внутряночки, мне все нравится. Вот. Но мне что-то не нравится, как у меня лег корешок. Немножко он кривоват. Я не понимаю, в чем дело, потому что вроде бы я склеивала так. Все, свободно. Чтобы, ну, не было такой кривизны. И вот не пойму, в чем дело. Но и в любом случае я вот это место, этот корешок, еще буду укреплять. Потому что здесь-то только бумага. Я еще буду укреплять тканью. Вот. Надеюсь, что вот в процессе у меня немножко все выровняется. Что? И вот, ну, соответственно, у меня осталось только обложка. На обложку я уже сделала вот такие три заготовки. Я вырезала их вручную. Это два слоя пивного картона. Соответственно, я вырезала шесть заготовок, склеивала. И шлифовала пилочкой еще все края. И это будет такая вот составная обложка с шейкером. В шейкере хочу задействовать вот такие вот пузырьки, не пузырьки, не знаю, как их назвать. Вот. С цветом еще пока не определилась. Но, может быть, даже я их и смешаю. Бог его знает, что мне там придет в голову. Будут, конечно же, цветы ручной работы на обложке. И я вот думаю, что вот эта вот надпись будет счастье. Вот. По поводу ткани я уже говорила, что у меня будет на обложке. В итоге глитерная, наверное... Не знаю. Не знаю по поводу глитерной. Ну, у меня есть еще больший отрез. Поэтому я буду думать, делать, не делать. Такой корешок. Ну, что-то такое надо будет думать. Либо замшу буду использовать, либо все-таки вот эту глитерную ткань. Ну, и вот эти две тканюшечки. Вот. Ну, включусь, не включусь, не знаю. Может быть, я уже... Наверное, включусь все-таки в каком-то из моментов, чтобы что-то вам еще показать по поводу обложки. Ну, а потом уже буду снимать обзор на готовый альбом. Так, решила записать заключительную часть для этого видео. Дальше уже будут у меня доделочки и обзор будет. Поэтому вот. Все-таки я решила сделать корешок не из кожзама и не из блестящей глитерной ткани, потому что мне показалось, что, ну, совсем не в тему. Вот. Я решила его сделать вот таким. Как по мне, это что-то очень похоже на шебе шик. Вот. Ну, как бы... Я вообще-то довольна очень результатом, потому что давно хотела сделать что-то в этом роде. Особенно вот эту вот стеганую часть. Не знаю, как девочки делают это на... Например, на замше темной, потому что я в этом случае, да, чтобы ровные были полоски, я их чертила белой гелевой ручкой. И потом, как бы, по тем же местам прошлась белой ниткой. И за счет того, что ткань светлая, нитки белые, и этих полосок не видно. Но если темная замша, я просто не представляю, как сделать так, чтобы эти полоски были ровными. Потому что на замше тот же скотч, которым я пользуюсь на кожзаме, да. На кожзаме скотч держится, а вот на замше он не станет держаться. И поэтому я не представляю. Если есть какие-то мысли по этому поводу, поделитесь ими. Очень мне будет полезно знать. Вот. Вот эти вот штуки, типа, когда на старых книжках таки сделала, попыталась. Но ничего подходящего не нашла. А то, что у меня было, такое, типа, шпагат. Но он у меня волнистый. Почему-то, не помню почему. И это, к сожалению, очень хорошо видно. Она сквозь ткань. И поэтому они не очень ровно получились. Ну, бог ты с ним. Все равно, альбом я одела для себя. Вот. И вот такой вот здесь, как это там, лента кружевная, тоже пришита. И все это в совокупности. Вот, очень мне напоминает шебешик. Хотя, я, по-моему, ни одного альбома в этом стиле не сделала. Вот. Обложки решила сделать разные. Причем, сначала была мысль скомбинировать, но потом я поняла, что комбинировать не хочу категорически. Вот. Почему все-таки применила вот эту ткань? Потому что я делала, как видите, такую сложную, сочиненную часть на обложке, на лицевой ее части, да. И здесь у меня замша пошла, тот лоскуточек, который был небольшой, самая нижняя часть. Средняя часть, это вот эта ткань в горошек. И верхняя часть, вот эта, светлая. И из-за этого я решила, чтобы поддержать вот эту вот рамочку, я решила сделать заднюю спиночку тоже из этой же ткани. Ну, как по мне, по крайней мере, интересно смотрится. Вот. Как-то так. Такая вот у меня обложка пока. Я, естественно, ее еще буду дополнять цветами сверху. Вот. Поэтому это не окончательный результат. Шейкер, кстати, здесь, как это сказать, двойной. Двухуровневый. На первом уровне там у меня одна высечка приклеена. Пошла последняя большая высечка. Слово счастья из-за цитата. Розовые буквы. И что? И там у меня еще кристаллики на дне, видите? Но они очень плохо пересыпаются из-за того, что они не круглые и немножечко они застревают. Но с другой стороны, бог-то с ним. Зато на... Во всем шейкере, даже когда альбом будет стоять, они будут поблескивать. А так бы они просто вниз все скатились, вот как, например, вот эти вот жемчужинки. И все. Жемчужинки, как видите, тоже у меня остались кое-где по краям, потому что тут разного размера. Вот такие вот, да, пачки на алье я приобретала. И тут совсем большие не стало, конечно же, они бы не влезли. А вот которые... Которые самые мелкие, они, как видите, шуршат, пересыпаются. Которые побольше, они застряли и держатся по краям. И опять же, это мне на руку, потому что во всем шейкере они как бы будут видны, даже когда альбом будет стоять. А завязки решила никакие не делать. Была у меня мысль сначала из той же ткани сделать завязки, потом у меня что-то ничего не получилось. Я бросила эту затею, решила сделать типа таких. У меня есть пошире еще кружева. Но потом подумала и решила, что это будет лишнее. Альбом будет полностью, как сказать, его не расперло, вот до такой степени, да, ну, с блоком внутри. Поэтому я решила, что это вообще будет лишнее. И решила оставить альбом без завязок, совсем без застежек. Вот такая вот прелесть у меня получается. Опять же, еще раз повторюсь, это не окончательный результат, но уже я у цели. Лена продлила на неопределенный срок этап. Лене здоровья. Что бы там ни произошло, я верю в то, что все скоро наладится. Поэтому я особо не тороплюсь, да. Я в прошлой части говорила о том, что у меня немножко паника наступает, и потом это сообщение от Лены, ну, и я расслабилась. Я никуда не тороплюсь. Тем более у меня заболели детки один за другим. И, ну, сейчас уже, правда, на поправку пошли. Поэтому я вот снова занялась. Пару дней не занималась. Ну, во всяком случае, я никуда не тороплюсь и получаю удовольствие от процесса без какой-то там гонки, да. Еще раз здоровья, Леня, и спасибо вам за внимание. Встретимся в обзоре, либо вы уже посмотрели обзор. Пишите в комментариях, как вам, как процесс, снимать ли такие процессы на следующие этапы. В общем, ваше мнение. Мне очень интересно и важно ваше мнение. Всем спасибо и пока-пока!